Брейндансы это величайшее изобретение будущего, способность передавать ощущения и впечатления оператора зрителю, давая возможность почувствовать абсолютный спектр эмоций и ощущений записавшего, вплоть до мыслей, воспоминаний, напряжения мышц и возбуждения. Это просто феерия, новое средство развлечения, которое фактически заменит собой все остальные. Впрочем, вместе с этим породит и изоляцию, расслоение общества и кризис самоидентификации, ведь за всё приходится платить. Очень жаль, что в Cyberpunk 2077 эта технология почти недоступна игроку. Мы лишь несколько раз прикасаемся к брейндансам по сюжетным и дополнительным заданиям и находим несколько брейнов, которые можно посмотреть, но похожи они скорее на простые видео. Даже если скупить хоть целую коллекцию фильмов, включая чёрные запрещенные материалы или необработанные брейны, посмотреть, увы, мы их не сможем, хотя все вокруг живут под их влиянием. Впрочем, мы можем познакомиться с ними с другой стороны. Один из дополнительных квестов Призрачной Свободы лично познакомит нас с Линой Малиной, успешной актрисой особых брейндансов, скажем так, явно созданных для не самых прихотливых взрослых, и её крайне ярым фанатом, который после несчастного случая стал страдать от потери самоидентификации и начал считать себя настоящей, единственной истинной Линой Малиной. Так что приготовьтесь, в этом видео я расскажу вам всё про очень многоговориативное задание Нимфа, покажу все возможные, даже самые неочевидные пути прохождения квеста, а также расскажу про награды, секретики и последствия. Ведь моё имя, Лина Малина, это просто брейнданс об играх, и кстати, всё ещё не знаешь, как купить игру из России? А всё просто, заходи на игровую торговую площадку Case for Gamers, где множество продавцов удовлетворит все твои желания. Игровые ключи на новинки или хиты в Стиме, Эпике или других магазинах, консольные игры на PlayStation, Xbox или Nintendo, различные поинты для онлайн-игр или игровая валюта, конечно же карточки и пополнение баланса в Стим, чтобы распоряжаться им на своё усмотрение, а также различный софт, офисные пакеты, антивирусы и программки. Всё, что ваша геймерская душа только может пожелать. Но самое главное, это методы оплаты, которые без проблем действуют на территории России и Беларуси, даже банковской картой МИР через киви или криптой. Также даю эксклюзивный промокод и войсоребус и скидку 10% на любой товар. Ссылочка, конечно же, в описании. Привет, ковбои. Задание нимфа поступает, как обычно, от мистера Хэнса. Точно не скажу когда, но после прохождения сюжетной миссии Старой Раны в убежище вудуистов, оно точно будет доступно. Однако, это не совсем обычный заказ. Ведь Хэнс не смог идентифицировать заказчика и отказался быть официальным посредником, то есть за его выполнение от него награды мы не получим. Но это не значит, что задание стоит пропускать. Мы всё ещё можем проверить, что там случилось, и насладиться интересным развитием событий. Но давайте по порядку. У пёссего города есть царь. Это Курт Хансен. А у царя должна быть королева. Увы, ей является неполюбившаяся всем француженка Аврора Алина Малина, самопровозглашённая королева пёссего города. Эта тигрица шоу-бизнеса и актриса брейндансов спорного контента не привыкла ждать, пока ей дадут шанс, а собирается добиться всего сама, даже если придётся идти для этого по головам. Причём не всегда по тем, о которых ты думаешь с самого начала. Но пока что её брейндансы покупают только самые отчаявшиеся любители виртов в пёссем городе. Впрочем, каждому нужно с чего-то начинать. Да и трудности в начале карьеры только придадут остроты её биографии после обретения популярности. Хотя какие-то трудности, когда твоим любовником был сам Хьюз Бритва. Мда, а ведь Ви даже от неё в итоге не перепадёт. Но да ладно. Удивительно, но Алина Малина сообщает, что её похитили, и в настоящее время удерживают в пункте проката брейндансов брейнпаторий. Это вот эта вот огромная голова. И хотя награды Хэнс не обещает, всё же интересно разобраться в перипетиях этой истории. Магазин разгромлен, словно бы тут слон пробежал. Все вещи разбросаны, следы как после драки. Изучаем локацию и спускаемся вниз, где видим Лину Малину, запертую в одной из комнат. Точнее, не совсем её, а скорее её фаната Эдгара Тула в одежде Лины Малины, у которого, со слов друга и партнёра по магазинчику брейнпаторий, закородила брейнданс во время сбоя работы электричества. И по большому счёту отпечатала брейн, который Тул смотрел от лица Лины в его голове. Именно поэтому он сейчас считает себя дивой брейндансов и королевой пёсевого города. Со слов Перо, это должно прекратиться само. Но это не точно. Вообще, пока там псевдолина Малина развлекается на заднем фоне, то пытаясь угрожать нам своей крышей, то соблазнить нас под одобряющей речи Джонни, мы можем или согласиться разобраться в ситуации, или просто выполнить своё задание от псевдолины Малины. Выбирайте диалог про задание о спасении. Затем опять вариант, что объяснения не нужны, и мы тут, чтобы выполнить заказ. После чего Перо сдастся, откроет дверь и сам выпустит неудачный эксперимент на свободу. Кстати, если вы вот тут вот договориться вдруг не смогли, и пошли выполнять квест дальше, но почему-то передумали, то наверху за кассой, где ноутбук, лежит листочек с очень сложными циферками именно от этой двери. Четыре однёрки. Ух, прям как мой пин-код от карты. Что также позволит выпустить Эдгара Тула в открытый мир. Правда, в награду за это мы получим лишь страстный сочный поцелуй. Хотя я бы не стал. И, кстати, Джонни ещё похвалит нас за прекрасно выполненное задание. Тогда как Перо, конечно же, не поймёт такое решение, и пообещает в следующий раз запихать нам в одно место весь ассортимент магазина. Хотя для кого-то это стало бы даже счастьем. Но это ответвление тупиковое. Квест завершится, и всё, это конец. Но вот что мне стало интересно, так это остались ли CD Projekt верны своим старым привычкам делать квесты с проработкой каждой детали. Например, копы из прошлого видео начинают кататься по кругу, если залезть на их машину. А Эдгар очень долго ходит по всяким злополучным местам, пока не приходит в какой-то тупик. Откуда исчезает, стоит хоть на секундочку отвернуться. Жаль, жаль, жаль. Отматываем время назад и соглашаемся послушать Перо. Он расскажет историю про Брейн и посвятит в свой гениальный план. Привлечь настоящую Лину-малину, чтобы Эдгар, пообщавшись с ней, смог вылечиться. Хотя для него, конечно же, важно другое. Их магазинчик загибается, продаж практически нет, аренду Хансену платить нечем, так что Перо нужно срочно что-то безумное, и он хочет записать с Линой-малиной и её псевдоклоном Брейн, который пропиарит их магазин. А спасение друга – это дополнительная польза. Мы, конечно, можем не согласиться с таким развитием событий и вернуться к прошлому варианту, но пофиг, двигаемся к Лине-малине. На сегодня у неё назначена съёмка с мусорщиками, и я даже не хочу знать, что они хотели снимать. Игра предлагает нам возможность поговорить с ними и договориться, но Джонни при этом нашёптывает «Стреляй! Стреляй!» И действительно, с мусорщиками невозможно договориться. Даже если у вас все статы прокачаны на максимум, секретных или скрытых разговоров нет. Более того, и тихо пробраться мимо них тоже нельзя. Игра будет требовать их обнуления для дальнейшего развития событий. Ещё один получается вариант без варианта. Так что валим мусорщиков и убираем их как мусор. Хотя можно и не убирать, это вновь сильно не повлияет на дальнейшее развитие событий. Теперь можно спокойно постучаться к Лине, но в ответ будет тишина. Второй раз игра предлагает нам уже подождать, но при определённых навыках, можно исследовать его квартирку, пока хозяйки дома нет. Помимо официального входа, есть дырка в крыше и отверстие в стене, если пройти по краю хаты. Вариантов, так скажем, войти в обитель Лины, немало. Внутри можно почитать записки от поклонников, посмотреть подарки, расписание, узнать про финансовые успехи продажи воды из ванной. Я бы сказал, что это отсылка на Бель Дельфин, да, вот настолько я шарю, но сейчас этим даже моя бабушка могла бы заниматься. В любом случае, садимся, ждём и предвкушаем много вариантов диалогов. Если мусорщиков убили, но не убрали их тела, то Лина спросит, мы ли это сделали. Отвечаем, что мы, и она откажется с нами разговаривать, уйдёт, и мы получим финал квеста. Скажем нет, диалог спокойно продолжится. Если же мы уберём их тела, то она лишь упомянет, что должна была с ними записаться, а они куда-то пропали. И ещё, кстати, предложат расписаться на моей груди, но никогда не распишется. Вот и вся разница. Далее нам стоит представиться. Джонни советует врать, и оказывается прав, так как, если честно, признаться в цели визита, то Лина посоветует отправить тела к медикам и уйдёт спокойно домой. Есть при этом и альтернативный вариант. Если во время изучения квартиры вы поменяете расписание Лины Малины, то вы сможете сказать, что являетесь представителем её студии, и пришли напомнить, что её расписание изменилось. Лина всё это, конечно же, проверит, убедится, и тоже пойдёт готовиться. Если же следовать совету Джонни и чётко прямо врать ей, что мы крутой агент, то получаем четыре возможных варианта убедить её в своих словах. Как говорит сама Малина, много таких псевдоагентов просто хочет её запросто так, так что ей нужно немножко убедиться. Самый простой способ её убедить, это заплатить 10 тысяч Эдди. При виде такой предоплаты её лицо озаряет счастливой улыбкой, или на накрылях счастья поспешит наводить красоту. Если денег не будет сейчас, то она скажет, что приходить было незачем, но даст номер, по которому можно будет оплатить потом, когда бабки появятся. Если выполняли сайды с Керри Евродином и квест с Аскрекс на позитивную концовку, то появится особый диалог, что мы работали с Керри, и покажем фотографию. А так как Лина большая его фанатка, то поверят всем нашим словам. Практически аналогичный вариант развития событий доступен, если ранее мы выполняли квест Рэйчел Кассич и распяли парня в прямом эфире. Лина будет просто счастлива поработать с нами, так как в восторге от работы Рэйчел, и она при этом даже видела нас в её шоу. В итоге пять вариантов ответа, которые приведут к продолжению квеста, и пара диалогов, которые провалят задание. Неплохо, но нас ждёт фееричный финал этой увлекательной истории и его последствия. Но сначала одна очень забавная деталь. Если мы вломаемся в дом Клини, то через какое-то время она пришлёт нам сообщение, где пожалуются на это, и пообещает уехать из пёсего города за год, потому что терпеть сил этого больше нет. Мелочь, а прикольно. Но есть варианты гораздо покруче. Можно тело одного из мусорщиков запихнуть в её холодильник, и она отреагирует на это очень эмоциональным сообщением. Крайне забавная мелочь. Итак, нам напишет перо и скажет, что всё идёт не по плану. Девочки не могут поладить между собой, нужно срочно приезжать помогать. Так что надеваем шляпу, представляем себя режиссёром, и поехали. Вариант первый. Внизу, в соседней комнате с Тулом, можно найти его письмо Лине. Очень трогательное личное. А затем, его же можно использовать как сценарий для записи Брейна. В итоге, настоящая Лина признается в своих якобы чувствах Эдгару, и тот после этого придёт в себя. Малина такой прикол не поймёт и сводит куда подальше из этого дурдома. Тул вернётся к нам и будет в шоке от своего прикида. Перо в целом рад, как и Джонни. Мы получим немного Эдди в награду, и можно будет у Перо выкупать чипы на навыки. Интересно, что в некоторых гайдах я натыкался на информацию, что можно позвонить Виктору или Джуди, чтобы проконсультироваться у них по состоянию Эдгара Тула, и они бы посоветовали нам найти его личную вещь. То самое письмо. Однако у меня игра наотрез отказывается давать возможность позвонить им или хотя бы написать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого и при каких обстоятельствах можно было сделать этот звонок или написать, если вообще можно было. Но в любом случае, каких-то особых наград и итогов у этого квеста не будет. Нам лишь через какое-то время напишет Перо, скажет, что магазин в полной жопе, потому что Брейн он выпустить не может, так как Лина против и натравила на него юрист. Хотя Тул при этом поправляется, разве что сучечка его своей называет. Так что по чуть-чуть, но Эдгар приходит в себя. Переоделся и крайне недоволен тем, что его в том состоянии записывали. Второй вариант развития квеста. Заставляем Лину убедить Эдгара, что он её клон, созданный ФРУ. И шоу получается тем ещё приключением, когда Лина давит на воспоминания, которых у клона нет, а Эдгар начинает ей верить и в итоге понимает, что его раскрыли, а значит могут убить за это. И вот прям так вот сразу выбегает из магазина и улепётывает куда подальше. Лина тоже в замешательстве и уходит. Перо при этом говорит, что ей не зашло. Но в итоге Перо доволен. Вирт получился классным и привлёк людей в магазин. Более того, он даже планирует перебраться в Найт-Сити и продолжить работать с Линой Малиной, но уже по другим сюжетам. Тул чувствует себя, конечно, получше, но всё ещё бредит. А ещё он каким-то образом выбрался из пёсего города и добрался до Вестбрука, где напал на клинику и требовал сменить ему лицо. Зато теперь тихо отсиживается в обезьяннике. Лина тоже переосмыслила себя. У неё появились новые идеи по развитию своего бренда и дальнейшей карьеры. Плюсом она оставила нам кое-какой подарок. Так что в этом ответвлении мы получаем не только доступ к магазину, но и культовую биту Антилох, которая позволяет нам чаще критовать. А также в конце мы получаем уникальную маечку от самой Лины Малины. Просто элемент гардероба, но почему бы и нет. При этом у нас есть и третий вариант развития событий. Как считается многими, самый верный. Мы предлагаем Лине убедить Эдгара, что он её сестра-близнец, которых разлучили в детстве. И более странного, но при этом трогательного воссоединения я ещё не видел. Тул, кажется, сам придумал себе новую личность Тулины. Ля, как складно получается, как будто так и задумывалась. Лина при этом обрела родственную душу, которая понимает её с полуслова. И это то, чего ей всегда не хватало. Теперь она всеми руками за продолжение такого сериала. Да и Перо, кажется, получил то, что хотел. В итоге Лина и Тулина быстро растут и поднимаются на этом. Сначала они пилят сериал, который разбирается, как горячие пирожки. Потом Лина отказывается от своего старого агента, который заставлял её делать похабные вещи. И стала работать только с Перо. Теперь же они все вместе перебираются в Найт-Сити и будут его покорять. Причём дальше мы даже узнаем, что они заключают контракт с Рэйчел Кассич. И вообще прекрасно себя чувствуют, развлекаются и получают от жизни удовольствие. По наградам мы также получаем сначала доступ к магазинчику, хотя потом он закроется, и ту самую биту. А также уже после отъезда Лина оставит нам в подарок свой мотоцикл. Уникальное авто, которое иным путём не получить. Поэтому этот вариант считается и самым верным. Потому что хоть маечка это и круто, но конь под задницей всяко круче. Единственное, что меня волнует, а Перо-то куда делся? Или он так и остаётся агентом Лины? В итоге получается, что Тул получает более счастливую жизнь, когда становится именно Тулиной. Это воплощает все его мечты. Жить красиво, быть с Линой и быть Линой одновременно. Хотя если хоть когда-нибудь он придёт в себя, то будет просто жесть. Причём во всём квесте всего один шанс привести Эдгара в чувство. Обычно он или просто сбегает, или сбегает как шпион ФРУ, которого хотят убрать. Или становится Тулиной. У нас только один шанс вернуть обычного Тула, и тот приводит к закрытию магазина и ещё большим проблемам, которые могут привести к ещё большему желанию спрятаться за брейндансами. Вот и думай теперь, какой вариант по-настоящему правильный? А вы как думаете? Своё мнение пишите в комментариях, будет очень интересно узнать. Также не забывайте подписываться на Телеграм-канал, там много полезного и интересного. Если видео понравилось или было полезным, поддержите меня платной подпиской на Бусти или прямым донатом по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее. Поставьте лайк и напишите комментарий, чтобы поддержать продвижение ролика. И конечно же, прошу перейти по первой ссылке в описании и закреплённом комментарии, это меня очень сильно поддержит. Спасибо вам большое. А на этом всё, с вами был Эвойс Ребус и увидимся в следующем ролике.